Пока российские экономисты и пропагандисты вовсю трубят об укреплении рубля и скором крахе Запада, обычные граждане пребывают в недоумении. Цены на продукты как росли, так и растут. Например, жительница Красноярска заявляет, что за последние недели цены взлетели до потолка. Например, помидоры стоят не дешевле 350 рублей. Цена на бананы выросла более чем в два раза и теперь держится на отметке в 180 рублей. Но экзотика всегда была немного дороже. Что же там с крупами? Цены меня сразу поразили. Возьмем, к примеру, пшено. Оно всегда было самым дешевым. Оно никогда не стоило больше 25-30 рублей. А сейчас 91 и не за килограмм, а за 900 или 800 грамм. Вчера купила горох, колотый для супа. 92 рубля за 800 грамм. Манка стоила от 15 до 20 за килограмм, а сейчас 66 за 800 грамм. Рис и гречка перевалили за 200 за килограмм. А есть и дороже, рассказала женщина. Тюменцев удивляет цена таблеток за 600 рублей, шампуня Head & Shoulders за 800 рублей и 3-килограммовой капусты за 320 рублей. Полки с сахаром регулярно заполняются товаром, но ненадолго. По словам тюменцев, средний чек в большинстве магазинов увеличился на 30-50%. Что случилось? Урожай капусты 2021 года у российских производителей в этом году закончился раньше, чем ожидалось. Это в основном связано с сокращением пассивных площадей на 7,2% в прошлом году после серии неудачных сезонов. В результате валовый сбор капусты упал на 10,4%. В Узбекистане, Египте и Турции новый урожай овощей еще не созрел, поэтому закупить импортную продукцию пока не представляется возможным. Фермеры, у которых уже есть зрелые продукты, не продают их в ожидании повышения цен. С 1 по 27 марта цены на капусту у поставщиков выросли на 56%, на морковь на 47%, на свеклу на 62%. Местами на полках не так заметно. В частности, в крупных торговых сетях Москвы 17-25 марта капуста подорожала примерно на 25-30%, морковь на 11-22%. Если спрос превышает предложение, цены будут продолжать расти. К лету овощи могут подорожать еще на 10-15%. Из-за низкой рентабельности многие хозяйства в последние годы отказались от выращивания капусты. Ее труднее хранить, чем другие овощи. Требуется больше ручного труда. Кроме того, у отрасли нет складских помещений, ей нужны деньги. Наевшись за предельных цен на овощных прилавках, не исключено, что потребители предпочтут крупные макароны. Цена такая же.